Друзья, всем привет! К нам наконец-то приехали треки 21-го года. И да, кстати, если кто-то думает, что я обманываю, что сейчас вот 20-й год, а приехали 21-го, так всегда. Наперёд приезжают вот это модели, это они в котором году они сделаны, это модели. Всегда вот, к примеру, 20-й год делает 21-го года уже велосипеды и привозит. Всегда трек нам привозит в сентябре уже следующего года модели. И я начну с Marlin 7-го, он мне больше всего интересен тем, что он в этом году очень здорово поменялся. Помимо того, что он поменялся в оборудовании, у него ещё добавили два прикольных цвета. И какие же цвета, и что же в них поменялось? Первый цвет, который они добавили, это тёмно-синий. Его можно спутать с чёрным, но на самом деле в реальной жизни он тёмно-синий матовый цвет. Мне он очень нравится, потому что я люблю вот такие вот цвета, и буквы у него такие вот серебряные. Велл выглядит очень-очень круто. И второй цвет, очень яркий, горячий, крутой цвет. Это жёлто-красный. Такой жёлтый переходит в красный цвет. Они его сделали глянцевым металликом. На солнце он смотрится нереально, просто он так яркий, классный. Я пока снимал его на улице, все ходили и смотрели на этот жёлто-красный Велл. На тёмно-синий не так смотрели, как на жёлто-красный. Ну и начну обзор с яркого жёлто-красного цвета. И начнём же с того, что они поменяли на Марлине 7. Первое. Они поменяли вилку. У них раньше было RockShox XC30. Теперь будет установлена RockShox Judy. Новая Judy с новыми наклейками. Сдалека будет видно, что у вас RockShox. Не что-либо, а велосипед на RockShox. Это первое изменение. Это 100-миллиметровая вилка. Здесь есть локаут у нас масляный, есть регулировочка жёсткости и это масляная вилка. Регулировки отскока на ней нет. Ноги стальные, 30-е, 100 миллиметров хода у этой вилки. И второе изменение, глобальное, я бы сказал. Это система. Раньше у них стояло 2 на 9, теперь у них 1 на 10. Спереди у нас маленькая-маленькая звёздочка на 28Т. Кому-то покажется, что это прям нереально маленькая. Но этот велосипед создан в основном для леса. И по лесу этой звёздочке вас будет с головой. Ясное дело, по асфальту, по трассе этого будет мало. Но это горный велосипед. На нём нужно кататься в лесу. И кассета. Десятериковая кассета. Минимальная звезда у нас здесь будет 11-я. А максимальная 46-я звезда. И переключатель задний здесь Shimano Dior Shadow+. Да, кстати, плюс. Можно будет включить эту заглушечку. И здорово катать себе по трейлам. И у вас здесь ничего не будет трястись и перепрыгивать со звезды на звезду. Если выключить эту штучку, всё будет очень мягенько. Вот. Из-за того они поставили 28-ю и Shadow+. С расчётом того, что вы будете этот велосипед по назначению использовать и кататься в лесу. Рама осталась без изменений. Такая же, как и в том году. Внутренняя проводка. Красивая новая обновлённая рама с 2020 года. И как обычно хотел напомнить, что у трека размеры XS и S велосипедов идут на 27,5 колёсах. А уже от M и выше идут на 29. И второй момент. От, если не ошибаюсь, ML. У них есть такой размер. Есть M, ML и L. От ML идут спереди 180-е ротора. До ML-е 160-е спереди установлены. На этом же велосипеде у нас 29-е колёса. Это размер M. Колёса здесь Bond Treasure. Покрышки тоже Bond Treasure. Втулки, формула. Покрышки и обода не Tublis Ready. То есть не предназначены под бескамерку. Но помним из прошлых моих видео. У меня есть большой опыт. Что не обязательно нужно, чтобы обод был Tublis Ready. Главное взять покрышку Tublis Ready. Проклеить, поставить не пиля. И всё у вас будет хорошо. Шатуны же здесь стоят у нас FSA. Каретка у нас под квадрат на промышленных подшипниках. ВП. Педали также ВП. Педали идут в комплекте. Руль-вынос у нас здесь Bond Treasure. Широкий руль. Если не ошибаюсь, 760 мм. Грипсы Bond Treasure с замками. Пластиковыми. Ну, замки есть. Прокручиваться это ничего не будет. Тормоза здесь дисковые гидравлические Shimano. Не Tektra. Это MT200. Самого такого, в принципе, начального уровня по Shimano. Ну, уже неплохо, что здесь стоят не Tektra. Ротора или роторы, как кому удобно. На шести болтах, как я уже говорил, если это маленькие ростовки до M, 160-й спереди и сзади. Если это ML, L, XL, ещё что-то там, то там будет установлен 180-й ротор. Но я могу ошибаться. У L, возможно, будет начинаться. У ML под вопросом. Может быть, тоже 160-й. Но это не просто так. Трек на заводе это всё тестит. И не просто так. Они где-то ставят маленький ротор, а где-то больше. Это идёт из расчёта того, какой райдер. Значит, если вы катаетесь на M, у вас рост небольшой, до 1,70 м. Ну и, соответственно, в среднем вес тоже небольшой. И вам хватит 160-го для того, чтобы вас остановить. А 180-й они уже устанавливают для того, чтобы останавливать 80 плюс килограмм. На раме, как обычно, есть крепление под подфляжники. Две штучки. Есть под штатную подножку крепление. Вот такое два отверстия с резьбой. И есть крепление под багажник. Под крылья здесь крепление не предусмотрено, потому что велосипед уже рассчитан на трейл. И там, как бы, такие крылья огромные никто не пользуется. Максимум, что туда можно поставить. Под седло есть такие прикольные крылья. И интересные крылья в вилку. Сейчас даже покажу. Такого вот плана RockShox в этом году очень сильно постарался. И они подобрали вообще любые цвета. Так что можно будет что-то себе подобрать и поставить сюда оригинальное крепление RockShox на вилку RockShox. И грязь, и камни, в принципе, лететь никуда не будут. И в рулевую забивать грязь тоже не будет. Сиденье по-прежнему оставили Bound Treasure Arvada. Честно говоря, вот кому-то нравится, кому-то нет. Нужно тестить, смотреть. Но сиденье это такая индивидуальная штука. Я вообще катаю вот на таком вот Бруксе. И вот кроме него я ничего не признаю. Так что не парьтесь с сиденьем. Покатайте, не подойдет. Возьмете себе Velo Pampers с гелем. Или же поменяйте на какое-то супер-пупер сиденье свое. Ну и как обычно решил взвесить велосипед. И этот вел в размере M с педалями весит 14,10. В общем, 14 килограмм он весит уже с педалями. Зачастую производители дают вес без педалей. Здесь вот с педалями у нас 14 килограмм. В принципе, неплохо. Я помню, что в том году он был тяжелее, потому что у него стояло 2 на 9. То есть передний переключатель, передние звезды и все остальное. Сейчас они его неплохо облегчили. И он уже весит 14 килограмм. И, друзья, цена его 780 долларов. Немного он подорожал. Где-то примерно на 40 долларов. Потому что они поставили немножко лучше, выше уровнем вилку. И немножко выше уровнем переключатель. То есть здесь уже стоит Shimano Dior. А если не ошибаюсь, раньше стоял Alivio. То есть Dior у нас будет немножко подороже. И кассета, и все остальное будет подороже. И не просто так они подняли 40 долларов дороже. Из-за того, что поменяли реально комплектацию на лучше. Ссылки на велосипеды я оставлю под этим видео. Но не пугайтесь. Там сейчас в наличии почти ничего нет. К нам приехало всего 6 велосипедов. Помимо Marlins 7 здесь еще есть пару экскалиберов. И все. Это вообще чисто случайно приехало. Весь остальной ассортимент будет приезжать где-то в феврале. Если повезет до февраля, что-то там по 2-3 велосипеда. У нас будет появляться. В данный момент свободный один Marlins 7, если не ошибаюсь, темно-синий в XL. Но на момент выхода видео его возможно не будет. И помним, что по моему промокоду Alex в интернет-магазине ЯБайкер у вас будет 7% скидки на весь товар. Включая новые велосипеды Трек 21 года. И спасибо, друзья, за просмотр. Если это видео вам понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал, если еще не подписались. И до скорых встреч.